Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я помню, было время, когда я работала в обычный рабочий день в офисе до 6 часов вечера и приходила домой и делала домашние дела, как и все. Сегодня я вот создаю эту ситуацию, буду вместе с работающими мамочками убираться дома, готовить быстрый ужин, потому что я помню, когда приходила домой, что будем делать, хотела бы сделать, покушать. Вот сегодня я буду делать именно это. Ну, оставайтесь все мной, будет интересно. И эту ворку я планирую сделать за час и не выходить за лимит этого времени. Помню, когда я работала, я распределяла дела на три категории. Первое, которое нужно обязательно выполнить при любых условиях, которые нужно сделать. Например, как приготовить покушать и приготовить одежду на следующий день на работу и в садик. Есть дела, которые можно сделать, но они не сильно горят, так как помыть посуду, вынести мусор. Есть дела, которые хотелось бы сделать, но если не сделать, то ничего страшного. И сейчас я принялась за стирку, положила стираться вещи, постельное белье, Манюшка всегда их намочила, и приходится их стирать, но это обязательно, чтобы они высохли, без постельного белья, как будто плоховато спать. И я решила сделать необязательное дело, которое очень сильно мне мозолило глаза, это разобрать вот этот угол. Буквально пару минут и всё чисто. Помню, когда я работала, муж отвозил Ванюшку в садик, а папа меня отвозил на работу. И получается, что я оставалась одна дома буквально минут на сорок, иногда бывало такое, что на час. И вот это утреннее время я настолько продуктивно проводила, что сейчас, ну просто диво-даюсь, насколько много я тогда могла сделать за час. Конечно, сейчас я маленько расслабилась, потому что официально я не работала где-то в офисе, и поэтому я сама себе строю график, и иногда затягиваю какие-то процессы. Когда я работала, всё это было так сгруппировано, чётко, без лишних движений, и я очень много успевала сделать за час. Сейчас я нахожусь в зале, открываю шторы и убираю вещи, которые лежат мне на своих местах. Да, я помню, что основная уборка у меня состояла, это уборки стирки вещей, потому что по факту ребёнок не успел ничего разбросать, ничего загрязнить не успевал. Там игрушек было буквально чуть-чуть, потому что он приходил в садик, немножко поигрался, покушал, покупался и спать. Я помню, что уборка была просто минимальная. В будни, когда никого нету дома, никто ничего не грязнит, всё настолько проще было, чем сейчас. Мы всегда находимся дома, особенно сейчас, когда Ванюшка в садик не ходит, я тоже нахожусь дома. Уборки намного, намного больше. Вот у меня уже подросший ребёнок, но всё равно, он постоянно что-то раскидывает, где-то пачка, где-то ему нужно помочь. В общем, у работающей мамы немножко другой спектр работы, это быстрее-быстрее приготовить что-то, быстренько помыть посуду, постирать вещи и разложить вещи. Ну, конечно же, были такие задачи, которые ежедневные у каждой семьи, они индивидуальны. Например, у нас это чистка горшка коту каждый день, они просят, чтобы мы их чистили. У кого-то цветы, которые требуют ежедневного полива, у кого-то попугайчика, либо собачки, которые требуют гулять, либо ещё что-то. Это я понимаю, конечно, все мои разные и у каждого человека свои потребности и свои нюансы. Если я что-то вдруг забыла, то напишите, пожалуйста, в комментариях, и я расскажу свою историю, почему я сейчас не работаю и буду ли я работать в ближайшее время официально на дядю офисе. В общем, когда внюшке было совсем немножко лет, не буду точнее сколько, и мне предложили выйти на работу, и говорили, что на полдня, либо там на пару часов. Я согласилась, думаю, ну ладно, выйду на пару часиков. Это тоже мне сложно удалось, потому что ребёнок был очень маленький, и я там так рыдала, когда в жизни не рыдала, но почему-то я всё-таки пошла на работу. Сейчас, конечно, я понимаю, что я бы сделала всё иначе, я бы не пошла на работу. Но что сделано, то сделано, и я выхожу на работу, и буквально через пару дней мне говорят, типа, не, не на полдня, наверное, весь день выходи. Вот, и я такая, типа, послушная, хорошая девочка, выхожу на целый день. Сначала внюшка ходил в частный садик, всё хорошо было, ему нравилось. И он там хорошо ходил, но потом начал болеть, всё чаще и чаще, больше и больше. И я решила, что... То есть мы с мужем решили, что как-то слишком дорого всё это обходится. То есть частный садик плюс таблетки, лекарства, жилья к врачу, и плюс поездки на работу, вы обходите намного дороже, чем зарплата. И решили, что мне лучше сидеть дома с ребёнком и не работать. Кстати, по поводу болезни я сделаю отдельное видео, ну, каком-нибудь катакомборочном видео раскрою тему болезни. И я думаю, многим будет интересно, полезно послушать наш опыт. Так что ждите, скоро будет эта тема. Я подготавливаю помещение под уборку, чтобы у меня пылесос прошёлся, ни за что не запнулся. А также открываю окошки на пробежье у меня, чтобы запустить свежий воздух. Я помню это ощущение, когда все окна закрыты, никого дома нет, ты приходишь и в квартире такой тухлый запах, и обязательно нужно проверить помещение после того, как вы пришли домой. Я собираю кошачьи игрушки в отдельную коробку и поднимаю всё с пола. На кухне я решила поднять обогреватель, давно его не поднимала, там столько пыли скопилось. И ещё заметила, что у меня под стеллажом просто сыпался пластилин, коты тут носились, и свалили тарелку с пластилином. Я помню, самое сложное для меня было, когда я работала, это поделить время ребёнку, чтобы успеть все сделать, и также поиграться с Ванюшкой, тем более он тогда был очень маленький, и ложился спать рано. То есть, получается, мы приезжали домой часов в семь, а в восемь часов ему нужно было уже подходить ко сну. Получается, что продуктивного времени совсем-совсем мало. И ещё так было, что он очень плохо спал, а у нас слышимость хорошая, и я не могла нормально убираться, когда Ванюшка спала. Конечно, у каждого человека, в каждом доме свои нюансы, но у нас были такие. И я реально забивала на обвалку, чтобы помыть посуду за 7 после ужина. Но у меня всегда она оставалась на утро, может быть, поэтому я до сих пор не могу себя приучить мыть посуду сразу после ужина. Сейчас я убираю со стола, благо сейчас никто не спит, и можно это спокойно делать. Я помню, тогда Ваня реально плохо спал, и даже какой-то звон курушки мог его разбудить. Мы разговаривали почти что шёпотом. Сейчас Ванюшка спит хорошо, но радость маме и папе, и мы можем в голос разговаривать, коты носятся, играются, а он спит. Это просто замечательно. Я убираю со стола, и хочу поменять воду в цветах, потому что она уже испортилась. Сейчас я ещё маленько пообираюсь, и будем с вами готовить ужин. Конечно же, когда люди работают, то очень спасают заготовки, морозилки, какие-то полфабрикаты, покупные, либо самодельные. Я помню, тогда мы лепили много пельменей, чтобы были, либо покупали, всегда у нас были голубцы в морозилке, пельмешки, тушёнка, какие-то такие бобы, которые можно сразу же выложить на тарелочку, подогреть, и можно было покушать. Также я сейчас буду промывать нут. Тоже бобы, которые замочены, очень прощают жизнь. То есть, их просто нужно замочить, а в какой-то нужный день их можно готовить. Также фасоль, вот я сегодня буду готовить марш, я его уже давно замочила, и он не требует дополнительной какой-то обработки, просто сейчас промою его, выложим в сковородку, пока на минут 5-7 он будет готов. Очень быстрая еда, и всегда нас спасает. Наполняю фильтр водой, мы пьём именно такую воду, фильтрованную, из-под крана, не люблю капчёную воду, вообще не люблю, она какая-то мёртвая для меня. Конечно, для быстрой уборки дома очень помогают наши современные гаджеты, роботы-пылесосы, посудомочные машины, стиральные машины, и другие гаджеты, но бывает рассечка, как сейчас, что-то пылесос заживал, и я чищу щёлку, барабан, но так в целом, он мне прям очень помогает, но я помню, когда как раз Ванечка был маленький, я не могла его включать, но это был другой пылесос, и я не могла его включать, когда Ванюшка спала, потому что он ударялся об стенки иной раз, и громко жужжал, и ребёнок не мог спать при таком шуме, поэтому для меня палочкой вручалочкой был именно вертикальный пылесос, я быстренько проходил из-под дома этим пылесосом, и всё становилось чисто. Сейчас у меня руки развязаны, можно включать пылесосы в любое время суток, хоть ночью, тем более в этом пылесосе есть такой бережный, тихий режим, почти не ночной, очень удобно. Я много раз говорила, что у нас хорошая сушимость, ни разу не упомянула почему, потому что у нас очень тонкие стены, и у нас у них из ГВЛа, то есть там буквально сантиметров 15, может 10, ширина стен, и всё очень хорошо слышно. А также вибрация по полу тоже раздаётся очень хорошо, у нас получается 10p, или как правильно, фанера лежит на полу, и ламинат, и всё очень хорошо слышно. В каком-нибудь углу топтом, в таком углу всё слышно. Ну да ладно, возвращаемся к уборочке, выношу мусор, я думаю, это у каждой, у каждой семьи, ежедневно, либо через, через день вот эта процедура происходит. Ой, тут у нас котейка подлез по двери, чуть его не прихлопнула, двери пополам, он у нас всё норовит выбежать. Такой активный котёночек, я только дверь раскрываю, сразу несётся туда, и я уже научена, и стараюсь смотреть постоянно, где он находится, очень активный ребятёнок кошачий. Сейчас я буду заниматься посудой, без грибы посудомойку, сделаю пару минут, и буду загружать грязную посуду. Конечно, если бы никого дома не было, я бы не была этой грязной посуды, но что есть, то есть. Здесь, конечно, котейка помогает мне разгребать посуду. Котейка. Ванюшка спрашивает, он ли помогал, либо реальный кот, я говорю, что реальный котик помогал, но Ванюшка мне тоже иногда помогает разбирать посудомойку. Кстати, мы всегда привлекали Ванюшку к хозяйственным делам, домашним делам. С самого маленького возраста он нам помогал, и это стало нормой жизни его, то есть помогать маме с папой для него это норма. Даже просто поделить какой-то пакетик, либо выбросить в мусор какую-то бумажку, либо сейчас разобрать просто домашнюю машину, как может, так и помогает. И это реально иногда большущая помощь. Понимаю, что многие родители считают, что лучше сделать самим, чем просить ребенка, не так сделать, переделать, еще дольше, но в долгосрочной перспективе, наоборот, лучше ребенку научить сразу делать правильно, да, он там первое время будет ошибаться, но потом он будет все делать правильно, и потом скажет вам спасибо за то, что она умничка и все умеет делать. Я частично загружаю посудомойку, и оставшуюся посуду я буду загружать после ужина, чтобы утречком посуда была чистенькая и сухая. Достаю из морозилки то, что я буду готовить, буду я готовить брокколи, также я буду готовить суп, но не сегодня, а бульон буду готовить именно сегодня, поэтому брокколи, и также я буду готовить марш с макаронами, с лучком, сейчас я покажу. Я выложила размораживаться продукты, также если у вас что-то заморожено, например, мясо, тоже нужно заранее достать, чтобы оно успело разморозиться, либо поместить в микролоку, поставить режим разморозки, в общем, что-то позаботиться о ужине, и я пошла в детскую комнату, разбирая Ванюшкины вещички, смотрю, что он все громоздил в одну полочку, просто как снимал вещи, так и сбрасывал. Раньше Ванюшка разбрасывал вещи по углам, и для него было сложно сложить даже в таком виде комод, я попросила его Ванюшке, если это не получается складывать, просто клади комод, не надо по углам разбрасывать, потому что я не вижу где твои вещи лежат, не вижу грязные или нечистые, и теперь он просто снимает себя одежду, складывает в комод, а в следующем этапе мы уже будем приучать его складывать аккуратно. Ну конечно когда я работала, одним из дел было приготовление одежды на следующий день, посмотреть чтобы она была чистая, глаженная для ребенка, для меня, ну муж уже сам конечно заботился о своей одежде, но у меня все постоянно мужчина. Разбросанные носки или вопрос где моя футболка это не наш вариант, но муж вникальный в этом деле человек. Смотри как машинка вскакала вообще это что такое пылесос работал и не стычал как она вскакала сюда кстати у Лишки вторая перчатка я так не нашла ее каждый день мы чистим горшок коту а теперь я возвращаюсь на кухню и уж точно буду заниматься приготовлением покушать достаю все что мне нужно сковородку мою любимую чугунную классная вообще вещь обожаю спасибо тому человеку кто посоветовал мне приобрести чугунные сковородки блинную и такую я просто в полном восторге от нее да конечно у нее есть свои особенности но у меня леет о мысли что она все таки более полезнее чем тефлоновая и прослушать мне намного дольше конечно за ней ухаживать надо нормально и все будет замечательно это посуда на века я поставила воду на макароны и буду сейчас нарезать лук кстати про посуду только недавно узнала что оказывается есть керамические вафельницы мне прям очень интересно стало более полезно и долговечно нажали тефло я налила в сковородку растительное масло и меленько меленько нарезаю лук репчатый я помню когда я работала мы часто готовили макароны по-флотски тушенка это тоже очень быстрое блюдо и вкусное и все кушали но сейчас мы меньше кушаем мясо но тушенку если честно я люблю прям хорошую тушенку иногда могу просто открыть и вот так вот есть а мясо которое просто кусковой продается особенно синим я прям не могу только в крайнем случае я могу с удовольствием ее съесть но прям редко такое я обжариваю лук на большом огне когда я очень тераплюсь а именно на большом на восьмерке из девяти готовлю лук просто постоянно помешиваю ничего страшного если он где-то что-то подзалодит очень больше чем нужно меня все устраивает и тем временем я чуть-чуть уменьшаю огонь и промываю маш маш у меня стеял в холодильнике поэтому он не пропал все замечательно и даже воду не нужно было менять сегодня утром промываю откидываю на душлаг чтобы лишняя вода стекла но можно этого не делать будет дополнительный соус макарон достаю макароны солю водичку она уже у меня очень хорошо закипела параллельно помешиваю лук добавляю маш чтобы лук уже не горел он уже начал подгорать это сколько минут нужно приготовить приготавливать макароны и выставляю на таймере чтобы ничего не пропустить макароны нужно готовить девять минут и вот пока они будут готовиться я буду заниматься любыми домашними динами потому что ни маш ни макароны не требует чтобы над ними стояли постоянно убедили просто прикрываю крышкой и маш убираю огонь где-то на шестерку либо на пятерку и помешиваю макароны и всё выхожу это время я использую для полива цветов и материал посуду которую я использовала при приготовлении блюд но я посуду не убираю потому что я буду использовать пью водичку уже пью много люблю пить воду с самого детства мне такая привычка вода это моё всё вот такая белая белая в томатном соусе есть я тебе открою и ты посмотришь будешь такую или нет ой есть кукуруза будешь? будешь такая смотри у них белая в томатном соусе и красная в томатном соусе она не острая какой красный красная красная ты куда ты полез заяц наш любопытный такой покупатша смотри сейчас в доме пойдёт купаться смотри такой красненький такой какой покупатша хорошенький такой смотри тишенька ты такой красивый у нас говорят ты к зиме готовишься поэтому ты толстеющий посмотри на меня от себя мой компактный глазочный надо проверить сейчас ручок у нас готовился ванюшка отёска там вырос какой классный смотри на каждой капелька есть на каждой травинке нераскрытой вот и прошло 8 минут и пора сливать макароны прошу не обращать внимание на мои волосы мне просто уважаются в состоянии я знаю я знаю ой сегодня буду заниматься их лечением опять буду носить различные масла я заметила что в такие переходные периоды когда этот осень у меня просто из волос какая-то солома не важно какое у меня питание не важно чем я пользуюсь ну чуть-чуть влияет но просто нужно переждать этот период и как-то помогать волосам чтобы они у меня совсем не обломались вчера когда расчесывала такая шуба на полу образовалась из отломанных волос секущихся просто ломкие как солома серьезно поэтому сейчас чаще всего я именно в такой косичке нахожусь я намазала масла и просто завернулась чтобы масла действовали там еще буду наносить как вы уже поняли что волюшку я выбрала вместо Маши фасоль всегда у нас есть на готове фасоль жалко чтобы не было его любимой фирмы но это он тоже скушал в макароны я добавляю масло оливковое перемешиваю и себе буду накладывать с Машем в волюшку буду макароны с фасолью накладывать и я совсем забыла что я хотела приготовить брокколи но ничего страшного я как раз солью макароны и в этой кастрюле приготовлю брокколи как раз классно что я их выложила таять и они еще быстрее приготовятся и получилось именно так когда Ванюшка докушала фасоль с макаронами тут же они уже приготовились брокколяшечки наши и я им наложила брокколи кстати он их не стал кушать как обычно потому что были жесткие ножки покупали фирмы Добрый день по-моему впервые и видать последний раз их покупали потому что они невкусные такие какие-то волокнистые неприятные не очень вкусные видосерты которые не садят не очень подходят для питания нашего я люблю когда брокколи были зеленого цвета а эти были светлые оказались в Ванюшке наложила фасоль и немножко подогреваю микроволновки себе накладываю все выключаю закрываю крышечкой наш ужин быстрый легкий готов я прям очень доволен когда у меня получается так быстро готовить и убираться это прям ну это здорово у меня бывает такая черта что я могу расслеживать уборку устать и толками убраться вот такая красота у нас тут еще есть и показывает нам тихо тихо ты тоже кушать хочешь порадуешь сколько у нас 5 часов вечера он как раз я в 4 начала и в 5 закончила пока пока мы уже кушаем 5 часов вот такой вот у нас ужин получился это не показушный ужин это вот мы просто любим именно такую еду я понимаю что многие скажут фу мой муж не будет такое есть там без мяса либо там мало но мы любим у меня муж это кушать реально муж меня любит и брокколи и макароны все он кушает все мне повезло смотрим у меня сидят и помогает им готовить здесь у меня бульон из-под брокколи сюда я буду добавлять нут отваренный уже так как вода соленая я в ней уже готовить нут не буду потому что нут бобовый плохо варится в соленой виде отдельно нут отварю и сюда в этот бульон добавлю добавлю еще водички и вот эту кочеричку которая у меня оставалась я ее заморожила заморозить я тоже добавлю туда будет у нас суп который Диана показывала на видео напомню в каком канале вот все очень вкусно полезно для нашей семьи подходит не знаю как для других может быть для кого-то будет слишком много бобовых да может там у кого-то будет лишворение желудка но все равно мы кушаем именно так нам нравится мы довольны и надеюсь вам подала какую-то изельку для ужина все пойдем давай будем закругляться да скажем людям всем пока-пока пока-пока до новых встреч мы вас любим по-другому не получилось но вся теплица у нас зараженная то я тоже больной поэтому ждем просто шпинат когда растет съедим его и уже будем закрывать все это дело тут убирать то я тоже весь больной давно пора это все убирать но это все правильные силы нужны помидорки помидорки малюшки что-нибудь выбираю покушать на в и в и и